Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, по которому неоплаченные штрафы ГИБДД будут списываться со счетов должников автоматически Это делается для облегчения деятельности службы судебных приставов А то устали они Якобы поиском неплательщиков займется искусственный интеллект В поле его зрения гражданин попадет после того, как истекут отведенные законом для оплаты взыскания 60 дней Машина пробьет финансовую подноготную субъекта и в случае обнаружения оформленных на него счетов спишет деньги Трасса 101 Еще одна законодательная инициатива, родившаяся в Госдуме, касается водителей, которые из раза в раз грубо нарушают ПДД Это не связано с пьянкой Речь идет о лишенных прав, например, за существенное превышение скорости или выезд на встречную полосу Если гражданин в течение срока лишения совершит то же самое, то ему будет грозить уже уголовная ответственность Штраф 200-300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет Законопроект подготовлен депутатами от Единой России Трасса 101 В крупных городах страны сотрудники ГИБДД начали гонять продавцов-незамерзайки, которые оборудовали свои точки на обочинах Основная претензия стражей дорожного порядка к ним – создание аварийных ситуаций Действительно, когда двигаешься в плотном потоке по многополосной трассе и видишь продавца стеклоомывающей жидкости То подъехать к нему, не создав помех другим водителям, трудновато И это еще по-божески У Роспотребнадзора, администрации или налоговой к продавцам незамерзайки, думаю, тоже бы нашлись вопросы Трасса 101 Lada X-Ray, Lada Grand и Lada Vesta заняли первые места в списке автомобилей, на содержание которых требуется меньше всего денег Рейтинг составило агентство «Автостад» Оно учитывало такие расходы, как бензин, техобслуживание, зимние шины, транспортный налог, страховка, плюс покупка самого автомобиля В сегменте компактных кроссоверов первые строчки получили Джили Курэй, Нива Ледженд и Киа Селтас Среднеразмерных кроссоверов Рено Дастер, Рено Каптюр и Ниссан Тирана В иных категориях первыми оказались Шкода Октавия, Киа Ситки, Церата и другие модели Трасса 101 Профессия водителя оказалась самой востребованной в нашей стране в уходящем году Это выяснил сервис Headhunter На второй и третьей строчках оказались менеджеры по продажам и продавцы Что касается размера зарплаты, которую обещают сейчас шоферам, то все начинается от 10 тысяч рублей в месяц Потолок зафиксирован на уровне четверти миллиона рублей На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова До свидания Трасса 101